Я думаю, интересный министр здравоохранения что скажет на это, что врачи пишут непонятно что. Как раз все понятно. Друзья, ну в первую очередь спасибо. Очень откровенный разговор, мы его, наверное, не заканчивали. Мы начали его после пандемии, но для меня этот разговор он всегда был. И я хотел бы отметить, что по многим вопросам, по которым сегодня вы выступали и которые вы затронули в своих выступлениях, наши мнения почти полностью совпадают. Это радует. Главное, что мы едины в том, что предложенный комплекс мер, а предложенный он был президентом, я скажу откровенно, что без поддержки системной президента России мы бы ни этот маневр, ни госполитику не выработали бы. И эта системная поддержка, она есть. Очень важно, чтобы мы в этом смысле, когда договариваемся о каких-то вещах, были партнерами, настоящими партнерами. И я очень надеюсь, что этот комплекс мер поддержки IT-компании придаст мощный новый импульс развитию нашей, если хотите, отрасли. Не вашей, а нашей отрасли. Все это время, кстати, она достаточно стабильно росла, увеличивала объемы, но сегодня нам нужны другие темпы, другая динамика. Это уникальный, может быть, даже, я бы сказал, исторический шанс для всех вас, для всех нас и для сектора высоких технологий, и вообще для всех, если хотите, простите, для всей экономики России совершить прорыв вперед. Понятно, что нам предстоит обеспечить тонкую настройку механизмов аккредитации, включения специальных реестов. Мы сегодня об этом говорили, вот, Женя просит, так сказать, входящий МДС на услуги, на необлагаемые услуги. Но везде есть детали, понимаете? И вот эти детали, когда начинаешь их обсуждать, они не всегда так просты, как иногда их излагают уважаемые представители индустрии. Наша с вами задача, совместная задача, сделать эти процедуры простыми и удобными, но мы не можем допустить дискредитации идеи, и поэтому ждем ответственного отношения к этим вопросам и со стороны отрасли. Это важно. Если все будет в этом смысле прозрачно, я уверен, мы договоримся и поможем. И все понятно, что конкурентоспособность наших компаний, она будет абсолютно точно поддержана государством. Необходимо создать такие отраслевые институты и механизмы регулирования, которым представители IT-индустрии доверяли бы полностью. Я очень хочу, чтобы мы это доверили с вами. Может, оно немножко за последние годы, может быть, было утеряно, не знаю, так как многие из вас говорили. Но давайте мы его вернем. И хотел бы отметить еще один очень важный момент. Представленный сегодня набор мер, которые мы обсуждали, не является окончательным. Многие из идей и подходов, о которых сегодня шла речь, мы будем поддерживать, прорабатывать с вами, в первую очередь, с вами прорабатывать и включать в наши планы реализации. Правительство вот в лице тех, кто здесь присутствует, я просто их назову, может, кто-то, может, кого-то сейчас не замечу, членов правительства, да, но все-таки. У нас ключевые здесь министры. Министр науки и образования. Здесь министр цирк. Ну, я уж по фамилиям не буду их помочь. Министр здравоохранения. Министр цифры, но он уже привстал еще раз, министр цифры. Здесь будет две цифры. У нас сегодня присутствуют наши ключевые вице-премьеры. Министр шерношенко. Кроме цифры, он отвечает еще также за спорт и за культуру, культуру в стране. Да еще и за туризм. Точно, абсолютно. Алексей Иванович Аверчук, наш вице-премьер, отвечает за все наши международные контакты и связи. Марат Иванович Хуснулин, земляк, все, кто сегодня из Казани здесь присутствует, отвечает не только за строительство, но на целый блок от транспортных вопросов, вопросов имущества и многого другого. Мы приехали к командой поговорить с вами. Это серьезный шаг в хорошем смысле слова, который, я надеюсь, вы поддержите. И ваши идеи и проекты, конечно, будут поддержаны. Как нам стимулировать спрос сегодня? Как лучше организовать реализацию государственных проектов в новых условиях? Как нам стимулировать технологические инновации? Все это вопросы, которые мы с вами, конечно, обсудим и будем вместе искать ответы. Мы готовы совместно менять правила и подходы на сегодняшний день, только совместно. Еще раз повторю, мы партнеры, вы можете на нас опираться. Фактически сегодня отрасль дан, если хотите, как бланш. Призываю все компании использовать новые возможности льготы, развивать свое дело и создавать новый бизнес, который будет успешно конкурировать на глобальном рынке. Об этом вы все говорили. И хочу еще сказать, обязательно давайте посоветуемся, как нам на сегодняшний день, вот то, что многие упоминали, это наше поколение ребят, которые сегодня учатся в школах и так далее, сделать мощным активом, мощным ресурсом. Ведь это уникально. Вы все вышли из спецшколы. Я, наверное, половину зала знаю лично. Вы все выпускники наших классных вузов, специализированных школ. И надеюсь, что наши ребята, молодежь, дети и студенты на сегодняшний день получат то необходимое дополнительное образование, специальное образование, которое так необходимо для всех наших специалистов, чтобы обеспечить мощный, эффективный, поступательный рост экономики России. Спасибо большое и еще раз спасибо организаторам. Спасибо.